И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик по нашему бездонатику, сегодня мы поиграем на карте пустыни в режиме CTF, на своем жестком нагибаторском вооружении вас пожили. Попытаемся здесь занять первое место, поставить мне надо два флага, чтобы выполнить заданочку, ну и сегодня мы откроем наш долгожданный первый жесткий нагибаторский контейнер на данном аккаунте. Будем надеяться, что с него что-то выпадет годное, надеюсь, что в принципе хотя бы если бы 10 тысяч мне упало бы с первого контейнера, я был бы рад, поэтому сейчас мы выполним заданочку, какую-нибудь одну и по ходу данного боя мы откроем данный контейнер. Ну и конечно попытаемся нагнуть данную катку, если мне выпадет что-то годное, то конечно все эти кристаллы, ну я имею ввиду годные именно кристаллы, то все они конечно же пойдут у нас на прокачку комплекта. И в скором времени тогда вы увидите новую жесткую нагибаторскую покупочку на данном аккаунте. Пока у нас звание Мастер Капрал, да звание у нас еще больше половины, а это значит, что кристаллов за это время я могу еще заработать довольно-таки большое количество. Еще около 10 дней у нас абонемента новичка имеется, поэтому это очень-таки круто. Ну а что касается данного боя, то у нас остается 8 минут до конца, в принципе звание в данной катке закидывает примерно одинаковые. Меня это безусловно радует, ну и конечно сейчас будем ждать овердрайва и пытаться вывозить данный флажочек. Надо собрать мне еще 2 аптечки, 2 флажка поставить, не знаю каким образом я буду ставить эти 2 флага, но надо как-то попытаться это сделать. Вот этого парня могут сейчас слить, нет, не сольют, не сольют, блин, жалко. Ну ладно, давайте сейчас заберем эту нитрушечку и побежим пытаться ставить флажок. Что касается, ребят, именно таких контейнеров, во многих роликах я уже рассказывал, что на данном аккаунте, в принципе, есть большая доля вероятности, что с первого контейнера может упасть что-то хорошее. Потому что в последнее время очень много игроков, открывающих первый контейнер, просто удивляются от того, что там выпадает. Например, у меня есть опыт, у меня есть знакомый, который с первого контейнера выбил вооружение XT. И это был, если не ошибаюсь, это был Вики. И это очень-таки круто, что просто с нуля, с одного контейнера можно сразу жестко так вот подфармить. Ну, безусловно, не без доли везения, которое у него на тот день было. 2-0 мы уже видим в катке, это значит, что данный боёчек мы точно уже, скорее всего, выиграем. Ну, а чтобы, чтобы, чтобы выполнить мне все три заданки, мне надо поставить два флажка. Поэтому сейчас будем пытаться хотя бы один поставить. Где-то уже противник уводит флажок, шафты какие-то жесткие. Аппетитные целятся. Ух ты, боже ты мой. Какого урона они сейчас нанесли. Ну, а тем временем я выполняю свою первую неделю цепочек. Получаю этот заветный контейнер. Ну и прямо сейчас мы будем открывать его и посмотрим, что же нам сегодня с него выпадет. Заходим. Ну, это просто интрига, интриг. Но давайте только не белое, пожалуйста, пожалуйста, не белое. Выпадем мне что-то хорошее с этого жесткого нагибаторского контейнера. Но уже. Но это моё лицо просто. Моё лицо, когда мне выпадает 3,5 тысячи кристаллов. Ну, если так честно рассудить, то 3,5 тысячи кристаллов будет явно лучше, если бы мне выпали бы каких-то мин там точно. То есть, да, я надеялся хотя бы на десятку тысяч кристаллов. Ну, 3,5 тысячи кристаллов имеем то, что имеем. Хотя бы не нетру, хотя бы не мины, ну а 3,5 тысячи у нас точно пойдут в плюс. Пойдут в плюс на комплект. Кстати, что касаемо комплектов, многие ребята писали, чтобы я приобрёл себе комплект стрелок. Хотят, чтобы я играл на рельсе. Хотят увидеть что-то новое в этом плане. Потому что, в принципе, комплекты с рельсой я нигде никогда не покупал. Хотят посмотреть, как я вообще владею данной пушкой. Сразу хочу сказать, что пушкой данной владею я не так круто, как некоторые другие игроки. Поэтому в этом плане у меня есть своего рода какие-то проблемы в плане именно в те игры на рельсе. Ну, а что касается данного комплекта, если вы реально поддержите данную версию, данный комментарий, данного человека, то, безусловно, я данный комплект постараюсь приобрести, постараюсь накопить и постараюсь его приобрести. Ну, а до сих пор мы ведём 2-0 в катке. И, на удивление, у нас два парня поставило по одному флагу, но я на первом месте. Для меня это, конечно, какой-то ноутс. Как-то я могу быть на первом месте, если я не поставил ещё ни одного флага. Пытаюсь кого-то ещё слить, пытаюсь понагибать, выполнить ещё какие-то жёсткие нагибаторские заданки. Надо будет с этим ещё собрать 2 или даже 3 ремкомплекта надо собрать. Ну, шапка, конечно, на этой карте просто очень жёсткая и балансный. Доставить 2 флага и в захвате флага получить 150 кристаллов. 150 кристаллов мы точно получим в данном обои, это будет чётко, точно я уверен в этом. Ну, а что касаемо флажков, надо как-то каким-то образом на овердрайве увести их. Не знаю, получится у меня это сделать или нет, но очень-таки хочется в это верить. Что касается видосов, ребят, у меня вчера не получилось записать ролик, ролик по бездонатику, поэтому выходит у нас только сегодня. Вы его смотрите 2 сентября. Ну, а 1 сентября у нас не получилось записать, не получилось делать из-за гранд-финала, который у нас был по турниру TOF Dream Team, в котором мы, кстати, проиграли. Ну, в принципе, этот ролик не об этом. Ну и такое бывает, ребят, бывает проигрыши, бывает... Бывают такие моменты, когда немножко грустно, немножко идёт не так, как ты хочешь. Попробуем сейчас слить этих шафтов, которые прям жёстко-жёстко в фокусе. Одного я слил, второго слил, пытаемся теперь увести флажок. Шафт целит, не успевает он свестись, а это значит, что мне даёт шанс увести данный флаг. Я уже дошёл до центра, это очень-таки хорошо. И должен, в принципе, ставить, если сейчас никакой заряд шафта мне не влетит, а ничего мне не влетает, я ставлю флажочек. Ещё один флаг надо поставить за 3,5 минуты, за 3 минуты, вернее, даже. Извиняюсь. Что касается, ребят, контейнеров, то контейнеры это, безусловно, фарм, жёсткий фарм, который, блин, ну... Если вы не выполняете заданки, то вы, ребят, точно ошибаетесь. И лучше это делать прямо сейчас. Если вы хотите услышать моё мнение по данному... вообще по данному выполнению заданок, стоит ли выполнять их или не стоит, то посмотрите, хотел сказать, желаю, не желаю, а советую вам, чтобы вы посмотрели ролик, который я оставлю в описании к данному видосу. Я там рассказывал довольно-таки подробно о заданиях, о цепочках, о контейнерах, стоит вообще это делать, не стоит, имеет ли в этом смысл быть, или же всё-таки это пустая трата времени и проще играть в каких-нибудь про-битвах. Обо всём этом вы сможете узнать в том ролике, так что, если вам это интересно, прямо сейчас щёлкайте на кнопочку описания данного ролика и смотрите данный видосик. Ну а тем временем у нас остаётся в катке минута 40, это значит, что у нас ещё есть пару попыток увести флажок, который мне очень-таки нужен. И я постараюсь сейчас накопить быстро каким-то образом овердрайв и поставить данный флажок для заданки. 12 тысяч кристаллов на аккаунте, на мастер-капрале, я считаю, что это очень-таки хорошее число, а вот этот парень зря забирает овердрайв, тебе он не нужен, парень, тебе не нужен этот овердрайв, даже не хочешь ехать на него, ты просто, блин, стоишь и прожимаешь эти овердрайвы один за другим, бессмысленно, просто бессмысленно. Шапт фокусит, ух ты, ух ты, ух ты, как я сейчас сальтуку какую сделал, красивую за такую сальтуку, я думаю, вам стоит жёстко поставить лайк сразу на данный ролик. Ну и, конечно, ребят, пишите в комментариях, что вам падало, если вы помните, с первого контейнера на аккаунте, мне тоже будет очень интересно, если у вас есть такая информация, если вы помните такие моменты, то отпишите, пожалуйста, что вам падало с вашего первого контейнера. Как мне видите, на бездонатике на данном аккаунте упало 3,5 тысячи кристаллов. Я считаю, что это не так плохо для такого аккаунта, 3,5 тысячи, это большие, большие деньги, большие кристаллы. Игровая валюта на данных аккаунтах очень ценится на таких званьях. 25 секунд до конца, так мне не удаётся, походу, уже поставить этот флажочек, уже я, в принципе, не успею, на арке у меня нету, но свою расходку тратить я пока не вижу смысла, так как её очень мало. Ну и аккаунт у нас называется бездоната, а это значит, что нам надо как можно быстрее накопить на комплекте, поднять званку и тогда уже начинать нарить и нагибать. Поэтому как-то так, ролик у нас постепенно будет сейчас подходить к концу, забираем мы 320 кристаллов, очень хорошее число, забираем ещё один приз и остаётся у нас одна заданочка не выполнена. Но ничего страшного, в следующем ролике мы её обязательно выполним. Ну а если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Также участвуйте в масштабном конкурсе, который у нас проходит в группе, ссылочку на него я тоже оставлю в описании. Ну а на этом всё, если вам понравился данный ролик, то, как я уже и сказал, поставьте лайкос. Ну и всем удачи, ребятки, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok